сегодня я предлагаю связать вам купальник пряжа линейд метраж пряжи 750 метров на 100 грамм для размера 52 российского набираем по 57 петель плотность 6 вяжем кулирной гладью 24 ряда прямо в двадцать четвертом ряду выполняем убавки с обеих сторон работы по одной петле в работе по 56 вяжем далее следующие ряды по три раза выполняя убавки в каждом двадцать четвертом ряду 48 выполняем убавки по 55 в 96 ряду выполняем прибавку слева 55 игла в работе и справа 55 игла в работе далее вяжем выполняя 10 прибавок в каждом седьмом ряду 159 ряду по 64 иглы в работе вяжем 7 рядов маркируем края любой цветной нитью предварительно выполнив убавки по одной петле это начало вязания зоны трусиков купальников провязываем 2 ряда переходим на частичное вязание слева одну иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем один ряд выполняем обвив справа действие зеркально повторяем правой стороны в зеркальном отображении делаем все то же самое что и слева в сто семьдесят втором ряду одно иглу пмп 60 игр в работе провязываем любая пмп с правой стороны в зеркальном ряд, выполняем обвив. Справа действие зеркала повторили, провязали ряд, выполнили обвив. Слева одну иглу ПНП, провязываем, обвиваем. Справа одну иглу ПНП, провязываем. Слева одну иглу ПНП, провязываем, обвиваем. Справа одну иглу ПНП, провязываем, обвиваем. Слева одну иглу ПНП, провязываем обвиваем справа одной углу в пнп провязываем 180 ряд на щечки слева 56 игла в работе 1 провязываем обвиваем справа действие зеркально повторяем провязываем 182 ряд на щечки слева одну иглу в пнп провязываем обвиваем справа действие зеркально повторяем слева 54 иглы в работе 1 провязываем обвиваем справа действие зеркально повторяем 186 ряд 1 иглу слева в пнп провязываем обвиваем сто восемьдесят восьмой и пятьдесят две иглы в работе 1 пнп 190 ряд и две иглы в пнп обвив 192 1 иглу в пнп 194 1 иглу в пнп 48 игла в работе слева 1 игла в работе справа 193 1 пнп провязываем обвиваем справа действие зеркально повторяем 193 ряд 1 иглу в пнп слева 46 иглы в работе провязываем обвиваем справа действие зеркально повторяем 200 ряд слева 1 иглу в пнп 200 ряд слева 1 иглу в пнп провязываем обвиваем справа действие зеркально повторяем выполняем обвив слева 204 ряд и 42 иглу в работе 206 ряд на счетчике с левой стороны 1 иглу в пнп 41 иглу в работе провязываем обвиваем справа 1 иглу в пнп провязываем обвиваем 208 ряд в работе слева 2 иглы в пнп провязываем 209 ряд на счетчике со стороны каретки 1 углу пнп в работе слева 38 и право действие зеркально повторяем один ряд со стороны каретки 1 иглу в пнп с левой стороны 1 иглу в пнп провязываем 211 ряд на счетчике выполняем обвив с правой стороны действие зеркально повторяем провязываем 214 ряд 1 иглу в пнп с левой стороны 1 иглу в пнп с левой стороны 1 иглу в пнп с левой стороны провязываем 1 иглу в пнп с левой стороны 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 1 иглу в пнп с л Со стороны каретки 1 иглу в ПМП. С противоположной стороны каретки 218 ряд, 1 иглу в ПМП, 32 иглы в работе. Провязываем ряд и 1 иглу в ПМП со стороны каретки. Справа действия зеркально повторяем. 1 иглу в ПМП. Провязываем 1 ряд со стороны каретки 1 иглу. Убираем в переднее рабочее положение. С противоположной стороны каретки 1 иглу в ПМП. Провязываем ряд и выполняем обвив. Справа действия зеркально повторяем. Провязываем 1 иглу в ПМП. Выполняем обвив. С противоположной стороны каретки 222 ряд. В работе остается 29 игла после того, как вы 1 иглу перевели в ПМП. Провязываем ряд справа налево. Выполняем обвив. С противоположной стороны каретки 1 иглу в ПМП. Провязываем 1 ряд. Выполняем обвив. С левой стороны 1 иглу в ПМП. Провязываем ряд. Со стороны каретки 1 иглу в ПМП. В работе остается 27 игла. 225 ряд на счетчике. С противоположной стороны каретки действия зеркально повторяем. 226 ряд и 26 игла в работе. Провязываем 1 ряд. 1 иглу в ПМП. 227 и 25 игла в работе. Справа действия зеркально повторяем. Провязываем ряд. Со стороны каретки 1 иглу в ПМП. 228 ряд на счетчике. И слева 1 иглу переводим в ПМП. Минус 24 в работе. Провязываем ряд. Выполняем обвив. С правой стороны действия зеркально повторяем. Провязываем 1 ряд. И выполняем обвив. С левой стороны 23 иглы в работе. 1 в ПМП. Провязываем ряд. 1 иглу со стороны каретки в ПМП. Справа действия зеркально повторяем. Провязываем 2 ряд. Выполняем обвив. Со стороны каретки 1 иглу в ПМП. Слева 1 иглу в ПНП, 232 ряд на счетчике и 21 игла в работе. Провязываем ряд со стороны каретки 1 иглу в ПНП, в работе остается минус 20. Справа действие зеркально повторяем. Провязываем ряд со стороны каретки 1 иглу в ПНП, в работе остается 20. По 20 игл в работе 234 ряд на счетчике. одну иглу слева ПНТ, провязываем один ряд и выполняем обвив. Справа действие зеркально повторяем. Провязываем один ряд, выполняем обвив. Каретку подводим к зоне вязания. Отключаем рычаг частичного переплетения если у вас бразер. Если у вас сильвер, отключите левый рычаг частичного переплетения. Провяжите сглаживающий ряд справа налево. Так как мы с вами сейчас работаем с частью трусиков, важно эти петли не затянуть. Поэтому те из вас, кто любит закрывать петли через отбойные зубья машины, такой способ здесь не подойдет, потому что вы их просто затянете. Эта боковая часть, она не только идет по косой, она еще и идет округлой. Поэтому здесь очень важно ее не затянуть. Мы берем петлю ловитель и начинаем закрывать петли. При этом мы их не просто закрываем, мы еще и оттягиваем полотно влево от себя, чтобы убедиться в том, что нам хватит длины боковой линии для того, чтобы часть трусиков потом не тянула и не стягивала полотно. И мы закрываем свободно до 18 иглы. Растягиваем и убеждаемся в том, что длины хватает на то, чтобы полотно имело возможность растягиваться и было эластичным. На счетчике 237 ряд. Если вы вяжете на север, отключите и второй рычаг частичного вязания правой. Провяжите сглаживающий ряд слева. С правой стороны аналогичным образом не стягиваем. Выполните закрытие петель до 18. На счетчике 238 ряд. По 18 игл в работе справа и слева. Краевые петли маркируем цветной нитью. Здесь у нас будет место присоединения ластовицы. Вяжем 4 яда прямо. В 242 закрываем по одной петле. В работе по 17. Далее вяжем 5 рядов прямо. В 247 закрываем по одной петле. В работе по 16. Далее вяжем следующие 18 рядов. В каждом шестом ряду закрываем по одной петле. Далее 7 рядов прямо. В 272 выполняем прибавку одной петли слева и прибавку одной петли справа в работе по 14. Далее вяжем в каждом четвертом ряду три раза, выполняя прибавки по одной петле. В 284 мы не будем прибавлять по одной петле, но сделаем следующее. С правой стороны введем рабочее переднее положение иглы по 68 включительно. Выполним набор свободный. Это важно. Свободный набор обива. Именно свободный. Регулируйте натяжение петли большим и указательным пальцами левой руки. Петли должны быть набраны свободно, потому что это будет тоже диагональный, а круглый край. Если вы затянете эти петли, зона бикини будет попросту тянуть. Это 284 ряд на счетчике. С левой стороны выполните прибавку одной петли для того, чтобы край шел гладким. Опускаем щетки виллинга, провязываем один ряд. Справа налево переходим на частичное вязание 280. Пятый ряд на счетчике. С правой стороны переводим в переднее нерабочее положение иглы до 17. 17 игла справа остается в работе. С левой стороны точно так же введите в рабочее положение иглы по 68 включительно. Точно так же выполните очень свободный набор. Петли должны быть очень свободными, но тем не менее одинаковыми. На счетчике 285 ряд мы перешли на частичное вязание. Справа в работе 17 петля. В целом задействованы по 68 игл. Эту часть слева можно провязать двумя способами. Либо мы вводим эти иглы в переднюю позицию D в рабочую позицию. Либо мы отключаем рычаг частичного вязания. Провязываем вот эту часть петель до тех пор, пока каретка не перейдет в зону вязания, где иглы находятся в позиции B. Тут мы можем включить рычаг частичное переплетение. Провязываем ряд. Выполняем обвив. С левой стороны переводим в переднюю нерабочую позицию иглы, оставив в работе 18-ю иглу. Провязываем один ряд и выполняем обвив. Справа действие зеркально повторяем. Вводим в работу 18-ю иглу. Провязываем один ряд и выполняем обвив. С левой стороны одну иглу вводим в ПНП. В работе 19-я, 288-й ряд на счетчике. Провязываем ряд, выполняем обвив. Справа одну иглу вводим в позицию D. Провязываем ряд, выполняем. 290-й ряд на счетчике, 20-ю иглу вводим в рабочую положение. Провязываем один ряд, выполняем обвив. Справа действие зеркально повторяем. Провязываем ряд, выполняем обвив. Слева одну иглу вводим в рабочую положение. Провязываем ряд, выполняем обвив. 293-й, одну иглу вводим в рабочую положение. Провязываем ряд, выполняем обвив. С левой стороны 294-й ряд на счетчике. В работу вводим 22-ю иглу. Провязываем ряд, выполняем обвив. С правой стороны 22 иглу вводим рабочее положение и выполняем обвив 296 ряд на счетчике вводим рабочее положение 20 провязываем ряд выполняем обвив справа действие зеркально повторяем 298 ряд и 24 провязываем обвиваем 24 обвиваем 300 ряд вводим в рабочее положение две иглы слева провязываем обвиваем справа действие зеркально повторяем провязываем обвиваем 302 ряд на счетчике слева одну иглу в рабочее положение провязываем обвиваем справа одну иглу в работу на счетчике 304 ряд с левой стороны три иглы вводим в рабочее положение в работе слева минус 30 провязываем обвиваем 305 ряд на счетчике справа 30 и выбрал провязываем обвиваем 306 ряд на счетчике слева 2 иглы вводим в рабочее положение провязываем и выполняем обвив с левой стороны 308 ряд на счетчике 34 игла в работе провязываем и выполняем обвив с правой стороны 304 игла в работе провязываем и обвив с правой стороны две иглы в работе провязываем и обвив с правой стороны две иглы вводим рабочее положение 36 на счетчике 312 ряд слева три иглы вводим в рабочее положение 39 в работе слева провязываем обвив справа 314 слева минус 42 провязываем и обвив справа действие зеркально повторяем плюс 316 ряд на счетчике с левой стороны 3 иглы вводим рабочее положение провязываем обвиваем 317 ряд в работе 318 ряд в работе слева 4 иглы вводим рабочее положение 49 игла в работе провязываем и и выполняем обвив и выполняем с левой стороны 320 ряд на счетчике 54 провязываем один ряд выполняем обвив справа действие зеркально повторяем провязываем и выполняем с левой стороны все и угроза каретку вводим свою вязание отключаем рычаг и переплетение у кого сильвер отключите левый рычаг у кого братьев просто рычаг 323 ряд на счетчике отключив полностью рычаги частичное переплетение вяжем 7 рядов прямо на счетчике 330 ряд выполняем убавки одной петли слева и в работе по 67 а выполним 9 таких убавок в каждом седьмом ряду в четырехсотом ряду выполняем прибавки слева и в работе по 59 игл и далее вяжем 6 рядов прямо в 406 ряду выполняем прибавки слева и справа в работе по 60 игл 2 работу продолжаем вяжем 7 рядов прямо в 413 ряду выполняем прибавки слева и в работе по 61 игле в 419 ряду выполняем прибавки слева и справа в работе по 62 и далее вяжем прямо 6 рядов в 420 шестом ряду выполняем прибавки слева и справа в работе по 63 и далее вяжем прямо 6 рядов в четыреста шеста шестьдесят пятого ряда четыреста шестьдесят пятом ряду приступаем к выполнению удочки правой стороны две иглы переводим в пенки выполняем объект с леводействие зеркально повторяем провязываем ряд выполняем объект с правой стороны две иглы переводим в пенки провязываем ряд можно вместо обвива одну иглу в пенки с правой стороны две иглы в пенки провязываем ряд со стороны каретки одну иглу в пенки слева действие зеркально повторяем провязываем debt 1 иглу с стороны каретки в пенп к насчетчики 471 ряд с правой стороны две иглы предпри SUE PNP таково с правой стороны две иглы в пен зеркально одну иглу в пенки 472 и с правой стороны 54 игла в работе с левой стороны здесь в рез logistics накладываю провязываем ряд одну иглу в пенп 473 с правой стороны две иглы в пнп 52 провязываем слева направо одну иглу пнп с левой стороны 470 четвертый одну иглу в пнп провязываем ряд 1 иглу со стороны каретки в пнп 475 с правой стороны одну иглу в пнп 1 одну иглу со стороны каретки в пнп возьмите два трехугольных декера выполните скрещивание центральных шести петель с левой стороны от 0 влево переместите иглу в позицию е первые три иглы которые участвовали в декировке вы видите в позицию d провязываем один ряд и выполняем обвит на счетчике 477 ряд с противоположной стороны каретки одну иглу в пнп провязываем один ряд выполняем обвив 478 ряд на счетчике провязываем ряд справа налево никаких грузов не вешайте иначе у вас одна сторона будет длиннее чем другая и вообще будет вытягиваться вырез горловины что вам нужно с противоположной стороны каретки одну иглу в пнп провязываем ряд слева направо одну иглу со стороны каретки в пнп на счетчике 470 ряд провязываем ряд справа налево с противоположной стороны каретки одну иглу в пнп в работе 45 игла один ряд слева направо со стороны каретки одну иглу в пнп 482 ряд справа налево 483 ряд справа одну иглу в пнп для вытачки 43 игла в работе провязываем один ряд слева на счетчике 484 ряд со стороны каретки одну иглу в пнп для горловины закройте две петли при помощи трехугольного декера две иглы вы видите полностью из работы провязываем один ряд справа налево 485 ряд на счетчике с правой стороны две иглы в пнп провязываем один ряд слева направо одну иглу со стороны каретки в пнп провязываем ряд с противоположной стороны каретки одну иглу для вытачки провязываем ряд со стороны каретки одну иглу в пнп справа налево 489 ряд две иглы для вытачки в пнп 35 игла в работе один ряд слева направо одну иглу в пнп 490 ряд провязываем 491 две иглы в пнп для вытачки со стороны каретки одну иглу в пнп для горловины закрываем две петли при помощи трех игольного декера пятая игла в работе возвращаем каретку с правой стороны вводим иглу в позицию d вяжем до 500 ряд в пятисотом ряду для горловины закрываем две петли 7 игла в работе для горловины продолжаем работе в пятьсот восьмом ряду для горловины закройте две петли плюс 9 для горловины 516 ряд для горловины закройте две петли петли в работе 11 в 518 ряду с правой стороны закройте не стягивая и не растягиваем петли до 61 в 522 для провинок закройте две петли трехогольного декера в работе 59 справа в 524 для горловины закройте две петли по горловине 13 в 527 для провинок закройте две петли в работе 55 в 540 для горловины закройте две петли в работе 17 в 543 для проймы закройте две петли в работе 53 в 547 для проймы закройте две петли в работе 51 в 548 для горловины закройте две петли по горловине 19 в 565 для горловины закройте две петли в работе 21 в 565 для горловины закройте две петли в работе 23 в в 567 для горловины закройте две петли в работе 24 в 573 для горловины закройте две петли в работе 25 в в 573 для горловины закройте две петли в работе 27 в 581 для горловины закройте две петли в работе 27 в в 589 для горловины закройте две петли в работе 29 в 597 для горловины закрываем две петли в работе 31 в 599 для 599 для проймы закройте две петли в работе 45 в 605 для горловины закрываем две петли 613 для горловины закройте две петли в 617 для проймы закрываем одну петлю 621 для горловины закройте две петли 37 игла в работе 629 ряду все петли закрываем в один прием а вот теперь и не стягиваем не растягиваем убираем иглы и из работы каретку переводим вправо возвращаемся к 476 ряду нить заводим в нити возить плеча каретки выполняем одну петлю обвива на краевой вводим в рабочее положение иглы по пятидесятую каретка по-прежнему во вне рабочем положении и начиная с 476 ряда зеркально провязываем вторую сторону аналогично после того как деталь полностью готова возвращаемся к отметке ластовицы навешиваем краевые петли на восемнадцатую и восемнадцатую иглы выравниваем петли ряда и навешиваем их на соответствующие иглы машины вот восемнадцатой по восемнадцатую пряжи для ластовицы того чтобы закрепить несколько петель обвива для ластовицы я использую также пряжу микрофибра с тем же метражом в 750 метров выполняем ластовицу провязываю по два ряда мы вернулись с вами к маркировочному ряду закрепленную нить могу срезать и одновременно присоединяем ластовицу к основной части выполняем это присоединение в каждом втором ряду как видите таким образом у нас соединяется изнаночная сторона с изнаночной в двести сорок втором ряду закрываем по одной петли в двести сорок седьмом также закрываем по одной петле провяжите ластовицу соединяя ее с основной деталью в каждом втором ряду так как я это делаю если вам лень то вы можете просто подшить ее в конце когда она будет готова мне больше нравится когда она присоединена сразу ластовицу провяжите до двести восемьдесят первого ряда в котором снова перегните ряд пополам навесьте полупетли на соответствующие иглы машины я не использовала маркировочных нитей для протяжки по всему ряду потому что а петель в работе достаточно мало ряд перегибается легко поэтому навесить петли не составляет вообще никакой сложности пластовица полностью готова петли закройте в один прием установите плотность 5 2 вернитесь к 450 ряду и провяжите внутреннюю деталь для лифа абсолютно аналогично основной детали но только с 450 ряда после того как деталь полностью готова соедините боковые швы до вставки внутренней части лифа плоскими незаметными швами к внутренней части лифа подшейте бельевую силиконовую резинку у кого есть распошивальная машина ее можно подшить на распошивальной машине у кого нет прошить ее строчка и зигзаг пришить ее к внутренней части внутренней части лифа после того как вы подшили резинку к нижней части лифа я пошла с внутренней стороны и и практически не видно она силиконовая прозрачная внутреннюю часть лифа прокладываем вовнутрь складываем изнаночная сторона с изнаночной к внешней части и таким же незаметным швом заканчиваем сборку по боковым линиям уже вместе с внутренней частью лифа внутреннюю чашку я также подшила к внутренней части лифа просто потому что я не люблю болтающихся чашек вы можете подшивать можете просто вставить а можете обойтись вообще без нее соединяем две части внутреннюю часть для бретелей пока не трогаем обработку предлагаю выполнить полым шнуром на четырех петлях обрабатываем в круговую соединяя за межузелковые петли детали между собой выполните обработку регулируйте плотность полого шнуром в зависимости от того какое нужно получить натяжение если вы не очень хорошо умеете регулировать плотность подобные отделки я предлагаю вам выполнить обработку например крючком полым шнуром обработайте все обработка закончена вот так у нас собраны с вами две детали и теперь свяжем завязки купальника за полу петли набираем складываем обе стороны включаем круговое вязание и вяжем завязку на желаемую длину если хотите можно вязать на той же ширине хотите можете сделать ее шире я хочу сделать завязку немного шире для этого в каждом десятом ряду добавлю по одной петле добавлю по одной петле до 20 и выполню завязку желаемые длины какую длину завязки хотите такой же провязав сто двадцать петель я в каждом десятом ряду с двух сторон буду закрывать петли до тех пор пока в работе не останется три петли после чего три петли закрою в одну аналогично выполните вторую завязку почему поэтому